Подписание в октябре 2022 года соглашения для развития агломерации «Сургут-Нефтьюганск» было призвано не только объединить усилия муниципалитетов для решения разного рода задач, но и для проведения масштабных мероприятий. Одним из таких стало закрытие зимнего туристического сезона на территории базы отдыха «Сказка». Последние годы в нашем регионе активно развивается внутренний туризм. Это связь с большим потенциалом, который раскрывается благодаря таким мероприятиям с национальным колоритом. Закрытие туристического зимнего сезона – это, наверное, для нас, северян, какое-то особое событие, когда мы прощаемся с морозами и встречаем весеннее тепло. На своеобразных проводах зимы смогли побывать не только жители Нефтьюганского района, ведь к организации праздника помимо хозяев территории активно подключились соседние муниципалитеты. В числе представителей от Нефтьюганска присутствовали и наши местные моржи, которые с радостью устроили для всех показательные выступления. В программе сегодняшнего первого дня у нас старты, забеги – это ездовой вид спорта на собачьих упряжках. С восьми территорий Ханты-Мансийского автономного округа Югры приехали у нас спортсмены со своими мохнатыми друзьями-спортсменами. И они сегодня будут забегать в разных дисциплинах с 12 до 2 часов. В ездовом спорте себя проявили 40 участников самых разных территорий округа, в их числе как взрослые, так и дети со своими хвостатыми друзьями. «Занимаюсь я уже около двух лет. Это мои вторые соревнования именно по издательному спорту, по упряжкам. Так еще в каникроссе бегаю и планирую поучаствовать в байкджоринге на велосипеде с собаками». Одна из собак Ульяны по кличке Лиса стала по-настоящему звездной гостьей праздника. Момент, когда родители девочки подарили ей ее первого хвостатого питомца, был запечатлен на видео и впоследствии набрал более 10 миллионов просмотров. После этого Ульяна и Лиса попали в шоу «Видели видео» на Первом канале. По словам участников, трасса для забега была не самая простая, немного запутанная с резкими поворотами. Но такие трудности не пугают, а наоборот пробуждают чувство экстрима и особый интерес. Нелегко пришлось не только хозяевам четвероногих, но и футболистам, которые приняли участие в весьма необычном матче. «Сложность в том, что неудобная обувь, во-первых, это валенки, это нефутбольная обувь. И покрытие снег, рыхлый, кочки, тоже неудобное покрытие. В этом вся сложность». Мини-футбол в валенках – довольно популярный зимний вид спорта в Пытьяхе, который активно распространяется теперь и на территориях соседних муниципалитетов. По итогам соревнований всех участников ждали заслуженные награды. Но куда важнее кубков и подарков – та сплочённость, которую проявили муниципалитеты-соседи для организации большого праздника. Мария Пиев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».